В начале 1924 года начинается история Джорджа Пинтера. Это имя и фамилия основателя Джорджа Пинтера. Вот его фотография, которая как раз таки в 1924 году началась. В начале 1924 года начинается строить продукцию и увеличивать новые рынки, становясь одним из самых крупных продюсеров в индустрии корк. После этого уже каждое поколение продолжило развитие компании, вносягло что-то новое, но неотъемлемо связанное с проб. И сейчас это является одним из крупнейших в мире изделий из проб. После первого отца-основателя... ...было четыре брата и муж сестры. Вот их пять пожилых мужчин, которые сидят в центре стола слева направо. Вот они и есть основатели компании и главные акционеры сейчас. Дальше уже пошли следующее поколение кузену. То, что Джордж, он один из кузенов. Всего их сейчас на данный момент 18 человек. ...вы остались сильными и динамиками, ликвидающими традициями и почти 9 десятилетиями опытом с инновацией и исследованием. Компания на 100% принадлежит семье и управляется семьей. ...корк продукты. Мы не в порядке, помогаем поддержку, обеспечивающим и адаптимированием к нужным нужным, кто приходит к нам. Наша задача – это создать лучшие продукты для наших клиентов. ...предоставить продукты для наших клиентов и их требований к более высокому уровню. И все... ...миссия компании – использовать те преимущества, которые есть в пробке, доносить через свои продукты, сохраняя свойства пробки и максимально возможно предоставляя свой свой продукт. Ну и уважая природа. ...предоставить продукты. ...предоставить продукты. Мы в обеспечении производства, в качестве и продуктов. ...предоставить продукты. ...предоставить продукты от всех, которые не производят, они производят все виды абсолютно, которые на данный момент есть в обручной продукте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь уже пошла речь о покрытиях Оно разнообразное, качественное Субтитры создавал DimaTorzok 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 и почву в дальнем прежде должен добраться Джебoss Cook Малька liban Привидеть Мы это производством увидим Это как раз и было производство обоев у Wesinvest呵 Вы уже поняли, что в GPS как раз расшифровывается Джордж Пельдеса Это фамилия владельца Что все члены семьи Я думаю уже помню, что どэта adversity и носит фамилию Пинтаса, ее меняем. Могут добавлять, но у них фамилия остается. Вот Жорж Мигель Пинтаса, агенец. Седокор это брата. А Седокор это мастер был? Конечно. Это все порядок. Но какая Седокор? Седокор это просто подразделение, которое производит часть изделий, и которое экспортер. То есть, организация, которая экспортирует. Дивина – это ика торговая марка для нахожения и нахожения. Седокор – это просто как у тебя ООО «Полбель». Вот у них Седокор, РОДСИ – это просто юридическая организация, которая экспортирует товары за рубеж. То есть, к Седокору не привязывается. Дивина – это торговая марка, которая ставится на изделий. То есть, что они увидят здесь, они увидят немного в разных производственных участках. вы увидите практически все эти вещи, которые вы увидели в фильме. И вы увидите, кстати, большинство человеков семьи. Все они находятся на участках. Каждый отвечает за какой-то свой блог. И даже включая всех всех остальных владельцев, которые все семьи. Когда мы допьете кофе, мы готовы идти смотреть. Мы сейчас спустимся вниз и начнем пошагово с самого начала. То есть, самое начало – это когда кору снимают дерево, и она стабилизируется. Обычно все это происходит в лесу, потом ее приводят на фабрике. Вот мы начнем с того момента, когда Аштора поступает на фабрику, что происходит дальше. То есть, мы увидим с вами первый этап – это варка. То есть, кору нужно варить для того, чтобы она, во-первых, выровнялась, потому что, вы помните, форма дерева, и она не даст производить изделие, пока вы не выровняете кору. Кору выравнивается, и она становится более эластичной для того, чтобы ее можно было резать. Потом режут пробки, потом образовавшийся мусор идет в сепараторы, в измельчители, получаются гранулы, делается сортировка гранул, потом уже делаются различные аггломераты изделия. Все это вы сегодня пошагово увидите. Будут какие-то возникать вопросы, что-то непонятно – сразу же задавать вопросы, все разберем. Здесь уж точно никаких секретов не будет. Ну и параллельно мы поспорим с вами производство пупорочной пробки разных видов, для того, чтобы вы это тоже понимали. А как они сжигают пробку? Она же почти не горит. И это ты тоже увидишь сегодня. Да? Это какой-то хитрый способ? Нет, почему? Это обычная пыль, которая пылесосом задувается в печку, и идет процесс горения. Она просто поддерживает это горение, и обрабатывается энергия, которая идет на нужды производства. А то… Да. А это стабилизация. Стабилизация, но параллельно. После того, как кору сняли, необходимо какое-то время, это в районе шести месяцев, для того, чтобы кора, простым языком, чтобы она умерла. Чтобы там закончились все химические процессы, которые происходили в коре, когда она была на древесине. Вот ее с дерева сняли, положили, а обычно это все в лесу происходит. Прямо там, где ее снимают, она лежит в лесу в районе шести месяцев. Если не дадебрали эти шесть месяцев, это, минимум, приведет к понижению всей этой стоимости. Смотрите, здесь право. Вы должны понять, что вся кора добывается фермерами. То есть даже крупные производители, они, как правило, не имеют своих источников. Заготовители. То есть, да. Фермер дальше сам определяет, что ему с этой корой делать, и сколько он хочет на чем зарабатывать. То есть, кто-то просто эту кору снимет, и без всяких там стабилизаций, без ее сразу продаст. Как сырье. Это будет самая нижняя цена. Кто-то положит у себя в лесу, полежит, потом сделает сортировку на более дорогую, более дешевую и так далее. Потому что кора, когда снимается, она снимается со ствола и с ветра. Качество коры принципиально разное и используется в разных целях. И они отдельно сортируют первый сорт, второй сорт, третий сорт, отходы и так далее. И дальше они это уже продают. Кто-то начнет делать уже сами какие-то изделия, кто-то будет делать варку и продавать производителям уже отваренную корову. Достаточно важный вопрос, на самом деле, для того, чтобы понимать, на чем экономят китайские производители. Вы должны понимать, что китайская пробка и португальская пробка это нет. Это кардинанты вообще разные вещи. То есть та кора, которую мы смотрим сегодня, она снимается с букового дуба. То есть дубы семейства буковых, это один единственный уникальный дуб, который имеет свойства генерации коры. Больше ни у одного другого дерева этого свойства нет. То есть кору сняли, и она начинает вырастать замок. Тот дуб, который в Португалии, и который потом поступает в виде пробковой подложки из Китая, он схожего семейства, но другого, и имеет абсолютно другие свойства. А рут это что такое? Это рутовый дуб, отсюда и отсюда. Тот, который у китайцев. Там они его срубили, там они его сняли кору, там они эту кору раздробили, получили карамулы, также добавили клей. Проблема в том, что китайцы, как правило, всегда оптимизируют. Они, если кто знаком с клеями по полиуретановой системе, а для пробки необходима именно полиуретановая система, потому что пробка не впитывает ничего в себя. То есть внутрь молекулы ничего не пропускается. Для этого нужен клей, который будет обволакивать гранулу и склеивать между собой не гранулы сами, а за счет клея. Низкая импригнация. Соответственно, там идет оптимизация на клеях, используются другие клея, поэтому, когда вы эту подложку разворачиваете, она у вас начинает сразу же разваливаться. Здесь вы увидите, как это все производится по-другому. Просто нам при торговле нужно противостоять этим брендам дешевым, китайским, и очень важно это знать, чтобы иметь возможность. Отлично. Мы сюда для этого и приехали, чтобы вы это видели своими глазами, задали вопросы, которые у вас есть. Пойдемте? Порякла, когда она тоньше, она непригодна для резки пробки. А толще с ней обрабатывается, наверное. Они покажут вам, что толстые делают. Александр, в каждом трёх, когда она тоньше, они знаки последнего количества года. Эта была в 2005 году. Здесь вы можете брать, что хотите. Можешь даже вот эту взять, если ты её унесёшь. Там, где будет резко, там и можно будет делать. Эта, например, 2004. Эта 10 лет. А эта 2014. Видите, четвёрку. Здесь через 10 лет сняли, а не через 9. Минимум 9 лет. Минимум 9 лет для того, чтобы когда она набрала нужную толщину. Посмотри, видишь, кольца годовые, посчитай. Вот это одно кольцо. Вот второе кольцо. Третье, четвёртое. Полёк-полоски. Чем дерево старше, тем годовые кольца толще. И за 9 лет коран набирает большую толщину, чем у более молодого дерева. Вообще снимается 15-16 урожаев в среднем с дерева. Дерево живёт до 300 лет. Но всё будет зависеть от того, насколько качественно снимают дерево. Там специальный топор, у которого сильно замкнуты углы. То есть углов вообще нет. И когда он бьёт, он до самого дерева не касается. То есть он бьёт просто по коре. Но если он переборщил, ударился чуть сильно и вошёл в дерево, повредил флоему, то в этом месте уже кора не будет вырастать. Будет такое болезненное место на древесине. С этим понятно? Идём дальше? Идём дальше? Затваренная пробка. Если они не собирают правильное место, то он будет грунт. Идём дальше. Если они не собирают Идём дальше. ставить очень слабым. Слабка такая. Этот процесс заключается в том, что пробка на 90% состоит из газа. Соответственно, когда её опускают в кипящую воду, газ начинает расширяться. Это приводит к тому, что лист начинает выравниваться, плюс он увеличится в толщине. Дальше очень важно, после того, как распореду достанут из ванны, для распореда, который остается. Чувствуете запах? Давай. Им нужно перейти на палету и сложить их очень ровно. Для того, чтобы она выровнялась окончательно. После этого ещё будет небольшая стабилизация, и дальше они начнут её резать. Самое главное, что они должны будут её переработать в течение 3-4 недель. Если они это не сделают, подойдите, потрогайте, кора становится такая мягкая и пластичная. Если они это не сделают, не придётся варить, они будут ещё раз. Здесь было тяжело, а здесь она стала мягче. Но мягче, чем там. И вот когда же они её складывают, видно, она уже так прогибает. в течение 3-4 недель. Это походите в течение 3-4 недель. И это в течение 3-4 недель. И это будет отрезан отрезан. Вот если он неровно ее положит, тогда она станет еще более неровной, поэтому очень важно положить ее ровно, идеально. Здесь вы можете брать куски. Можно кидать? Понятен процесс? Нож выставляет на нужную толщину и должен резать от 0,5 мм до 1,5 мм. Я берем этот нож на толщину на 5 мм, а вот этот я на длину. Это специально спрессовывают цилиндр таким образом. Так что, они вручную туда накладывают? Это для детей, да? Делайте на пробках. Такими вот частями засовывают в цилиндр, чтобы получить именно цилиндр. И потом можно было вот таким образом спокойно распустить на шпон. Чтобы не выкладывать маленькими кусочками, а сделать его промышленным образом. Вот он наш блок для наших обоев. И это халиториум для наших обоев. Да. Ой, а можно? Продолжение следует...